Всем привет, это мой закадровый голос. Не знаю, почему я здесь ничего не рассказала, а смотря на эти полулысые коряги, мне стало так обидно, я решила приклеить туда мох. Но дело в том, что когда мне отдали мох, сказали, что там, возможно, есть нитчатка. И я решила, что класть нитчатку в новый аквариум, это как-то не очень умно. Но потом я всё-таки не выдержала и решила, что надо. Вообще надо было сделать это с самого начала, и надо было хорошенько примотать мох нитками к коряге. Это был бы наиболее правильный вариант, и сейчас я понимаю, что это было бы очень красиво. Но, как говорится, первый блин комом, поэтому я слила большую часть воды и, как могла, приклеила мох. Я сушила корягу салфетками и после этого приклеивала на момент прям кусочек мха. После этого я залила воду, естественно, большую часть залила той, которая была в аквариуме, и сделала небольшую подмену. От клея в воде проступили ужасные белые пятна, но, так сказать, наш гадкий утёнок когда-нибудь станет прекрасным лебедем. Так, расскажу, что происходит на сегодняшний день. Значит, я наконец-то заправила баллон СО2. Также у нас начали расти растения. Вот, в общем, аквариум выглядит так. Немножко начала мутнеть вода. Я делала подмену два раза. И, знаете, ратала выглядит на Амазоне и вот на Продибио совсем по-разному. Возможно, дело в свете. Я сейчас попробую сменить светильник. Не знаю, мне кажется, этого светильника маловато. Итак, мы наконец-то начнём добавлять добавки всякие разные. А пока что в аквариум ничего не добавляла. Ну, кроме СО2 идёт. Значит, сейчас мы будем добавлять вот такую BioKit Fresh. Здесь 30 ампул. Вот так они выглядят. Здесь три продукта, которые мы будем добавлять. BioDigest – это какие-то там сумасшедшие бактерии, которые помогут в очистке воды. Как раз уберут всю эту муть. Дальше BioTrace. Вторая ампула – это питание для вот этих бактерий. И BioVert. BioVert – это микроэлементы для растений. В BioVert есть какое-то биологически активное железо, которое тоже должно помогать росту. И, может, ротала покраснеет, раз железо. В общем, мы добавим три ампулы и будем добавлять. Каждые две недели будем добавлять по три ампулы. То есть, представляете, если каждые две недели по три ампулы, и они больше не рекомендуют ничего добавлять, насколько это будет вообще... Вот, получается, из удобрения для растений здесь только вот эти микроэлементы. Кстати, смотрите, они какими-то хлопьями разложились там внутри. Да, вот эти тоже. Видите, что там происходит? Не знаю, это так должно быть или нет. Во всех такие. Вон, видите. Получается, только микроэлементы. Не мало ли будет этого? Интересно. О, боже, там такие кусочки посыпались. Боже мой. Смотрите скорее. Это вообще нормально, ребята? Смотрите, какие кусочки. Так, ну вот как аквариум сейчас выглядит. Растения потихонечку начинают расти. Новые листики появились у Леохарриса. Стаурагин вытянулся. Также Монте-Карло тоже постепенно, вот видите, вылезает из земли. Здесь у меня из жителей я посадила саечек. Вон они, их тут 10 штук. Просто я хотела штук 5, но 10 оказалось на птичке купить дешевле, чем 5. Ну они маленькие, прикольно. Они разжареют и потом будут такие ленивые туда-сюда бегать и хватать еду. Смотрите, какой стаурагин красивый. Но видите, вот тянется вверх. И я думаю, что нужно будет, наверное, светильник поменять. Здесь сейчас стоит Ада Акваскай на вот одну такую полосочку. И, наверное, надо поставить Ада Мун или у меня есть Чехирос А+. Вот, потому что Ратала мне вот вообще не нравится. Ратала, смотрите, она вроде, у нее жирненькие листики. Она какая-то не красная. Видите, она такая даже не рыжая. Не знаю. Еще здесь есть креветки-аманки. Вон они. Ну и мой ужасный мох, который, я не знаю, когда он вырастет. Я надеюсь, что если он вырастет, будет красиво. Из добавок ничего не добавляем туда пока что. Ну, до сегодняшнего момента. Я поставила СО2, наверное, день на 3-4, потому что у меня надо было съездить заправить баллон. У меня СО2 из баллона подается. Вот такой вот двухлитровый. Вот, значит, фильтр наш тут стоит. И ХМ-2215. И вот у меня уже подготовлен дозатор, если честно. Но я не знаю, что я буду дозировать туда. Вот, потому что нужно добавлять вот такую штуку. Я, как видите, добавила 3 ампулы. Это 20 недель. 20 недель добавления вот этого. Добавление микро-макро. Я считаю, что нужно будет пораньше все-таки налить и микро, и макро. Ну, вы представляете, это как растения будут. Только вот с этими микроэлементами. Может, для воды, конечно, там и хорошо. Но удобрения, я считаю, надо добавлять пораньше. Никаких водорослей в аквариуме нет. Вот этот страшный белый, это клей, которым я приклеила. Надо было, конечно, обматывать все леской. Но я как... Не знаю, как то. Но, в общем, не стала этого делать. Заленилась. Теперь мы ждем, пока все вырастет. Вот так вот. Соседи начали делать ремонт, так что видео пора заканчивать. Такие дела. Итак, сейчас будем менять светильник. Еще немножко новостей об аквариуме на Продибио. А здесь постепенно растут растения, то обрастает мох. К сожалению, видны ужасные белые пятна клея. Но я надеюсь, они скоро зарастут. Смотрите, работают наши сайки. Вон они трудятся. День и ночь трудятся. Так, Раталу я уже постригла один раз. Сейчас вот надо вот эти, которые выбились, тоже подстричь. И сюда. Хуже всего растет Погостимон. По-моему, ему... Ну, вот как-то он очень медленно. Не знаю, кажется, вот даже Илеохарис лучше принялся, чем Погостимон. Потому что вот здесь он более-менее... А вот там был в серединке. И вот там он, к сожалению, умер. Растворились листики. Вот здесь вроде ничего так. Смотрите, какая красота. Еще разочек Раталу. Раталу там зеленая и обычная. Не знаю, мне как-то зеленую будет очень нравиться. Может, надо оставить только зеленую. Это издалека вообще аквариум смотрится классно. Сейчас еще покажу. Вот стаурогин. Почему-то, вон, видите, некоторые листики все-таки не очень хорошо. И никаких водорослей нету. Ни крупиночки, ничего такого. Кстати, разрастается Монте-Карло. Вот если сверху посмотреть, видно. Сверху тоже прикольно, кстати. Я поставила второй светильник, потому что все растет. Но растет прям очень медленно. И вот стаурогин начал тянуться. В общем, я решила, что света надо побольше. Поставила сначала только чихирос. Потом подумала, что... А, ладно, пусть стоят. Вот, потому что коряга затеняет. И как раз вот один светильник светит как бы вперед, другой назад. Вот, пока что ничего не добавляю, кроме вот этого кита. Ну, вот эти я уже показывала. Бактерии, питание для бактерий и удобрения. Получается, из удобрений только вот эта капсула Биоверта. Вот, у меня есть микро-макро, но вроде как производители не рекомендуют их пока что лить. Поэтому будем, не знаю, еще подождем. Когда будут какие-то признаки нехватки питательных веществ, то можно будет долить уже и удобрений. Вот они, посмотрите, краса Хейлы. Вот один жирненький у меня. Вот эти такие средненькие. Вот, и парочка есть вообще таких дохленьких. Изначально их было 10 штук, я не хотела 10 штук брать. А сейчас понимаю, что, в принципе, для такого объема 10 штук нормально. Они постоянно чем-то заняты, что-то делают. Электрички у меня тут ездят. Вот, они постоянно заняты, что-то делают. Так что, количество их достаточное вполне. Периодически кормлю. Кидаю таблеточку для сомиков или от креветок какой-нибудь корм. И они едят. Вот так вот это все новости. На сегодня вот как смотрится аквариум. Хочу его переставить, правда, с этого места. Но это уже другая история. Все, всем пока.